Покупаешь онлайн? С кэшбэк-сервисом Letyshops ты можешь возвращать до 30% денег, которое потратил на покупки. Что такое кэшбэк? Мы приводим покупателей в магазины. За такую рекламу они платят нам вознаграждение с каждой покупки. Часть этой суммы мы возвращаем покупателю в виде кэшбэка. Преимущество Letyshops оценили уже более 10 миллионов пользователей по всему миру. Все легко и просто. Сначала нужно зарегистрироваться, потом выбрать один из 2300 магазинов, перейти в него и сделать покупку, как обычно. Скоро кэшбэк появится в твоем личном кабинете на Letyshops. Вывести деньги можно любым удобным способом – на карту, мобильный или электронный кошелек. Полезный лайфхак. С помощью нашего расширения для браузера можно активировать кэшбэк в один клик, а также мониторить цены и проверять рейтинг продавцов. А наше мобильное приложение понадобится тем, кто любит делать покупки со смартфона. Зарегистрируйся на сайте Letyshops.com и получи премиум аккаунт в подарок. Ссылка в описании. Над долиной Нила господствует громадная пирамида необычной формы. Это гробница фараона Джосера в некрополисе Саккара к югу от Каиры. Ступенчатая пирамида Джосера изумляет. Она первая и самая сложная. С нее начала серая пирамида. В правлении этого фараона свершилась архитектурная революция. Люди стали возводить высокие памятники целиком из камня. Это был просто взрыв, строительство из камня. Пирамида стоит в центре огромного погребального комплекса. Вокруг нее длинная стена, а под землей – километры тайных тоннелей. Они застраивали не только 15 гектаров на поверхности. Они создавали целый подземный мир под ступенчатой пирамидой. Весь народ был поднят на строительство. Пирамиду строили не рабы, а люди, которые верили в могущество Бога Солнца. Почти два века археологи пытаются разгадать тайну пирамид и найти ответы на вопросы. Как они строили высокие сооружения без современных инструментов? Откуда взялись миллионы блоков для строительства? Как им удалось покорить высоту 60 метров? Первую пирамиду строили согласно четкому плану? Или она порождена стечением обстоятельств? Впервые полевые археологи вкушают плоды новых технологий типа лазерных сканеров и фотоограмметрии, чтобы расследованию, которое началось 200 лет назад, сопутствовал успех. Фотоограмметрия очень кстати, потому что сейчас вы думаете об этом, смотрите, еще и еще раз смотрите, прямо как Бог. Вот здесь, на рабочем столе. Можно сделать величайшее открытие, если сперва посмотреть сверху вниз. Добро пожаловать в археологию 2.0. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Разгадка о тайной пирамид Саккара. Первая пирамида. Египет. Эти памятники выдержали проверку временем. Гигантские пирамиды восхищали поколения людей. Но надо посмотреть за тенью знаменитых пирамид, чтобы выяснить загадку их происхождения. В часе езды от Каира далеко толп туристов, на пустынной дороге на плато Саккара лишь пески до горизонта. И вдруг вдали вырисовывается странная гора. Это пирамида Джосера, которая 4600 лет возвышается над долиной Нила. Это первая пирамида в истории, а также первый памятник древнего Египта, построенный полностью из камня. Она возвестила о начале эры гигантов, продолжавшейся свыше тысячи лет и оставившей следы рассвета египетской цивилизации, которая господствовала в мире. Фараон Джосер – первый правитель Третьей династии. Он провел с 2691 по 2625 годы до н.э. Будучи главой столь мощного государства, фараон принялся за беспрецедентный архитектурный проект. Его предшественники строили сооружения до 10-12 метров, а этот – 60 метров. Это было нечто. Размеры поражают. Прямоугольная основа – 121 на 109 метров. Высота – 60 метров. На пустынном плато не было складок местности. В глазах египтян строительство такого монумента внушало уважение. Его можно назвать небоскребом того времени. Уникальная форма пирамиды, созданная для погребения останков, фараона была легко узнаваемой. Еще нет гладкой пирамиды Хеопса, которую построили на сто лет позже, а есть так называемая ступенчатая. Гробницы предыдущих династий строились из кирпича-сорца. Его легко изготавливать и перевозить. Но у такого кирпича есть главный недостаток. Кирпич легко украшится. На ветру он подвергается эрозии, а через несколько сотен лет исчезает. Камень — же вечный материал, по мнению египтян. Из него можно строить вечные места, упокоения для фараонов. Камень — материал вечный, но и гораздо более трудный. Его обработка, доставка и установка требуют навыков. Тем не менее, египтяне с размахом принялись за дело. И вот идет каменное строительство на площади 15 гектаров. В ту эпоху это территория большого города. Комплекс окружает стена длиной 1645 метров. Это просто революция в строительстве из камня. На плато Саккара Джосер построил из камня не только свою гробницу, но и обширный погребальный комплекс. Этот громадный проект был завершен в рекордные сроки. Удивительно, что все это было построено при Джосере, ведь он правил всего 19 лет. Для первой постройки такого типа — это работа гения. И как удалась египтянам такая технологическая и архитектурная революция? О строительстве пирамид нет письменных источников. У исследователей вроде Бруно Аделона нет вариантов. Чтобы раскрыть секрет Джосера, им надо заставить камень говорить. К счастью, в последние годы произошел значительный рвок в научной визуализации. Новые технологии вроде фотограмметрии, трехмерных сканеров, геофизической разведки и георадаров обогатили нас знаниями о строительстве пирамиды. Сегодня эти технологии позволяют с высокой точностью измерить пирамиду и ее окрестности, визуализировать ее с ракурсов, недоступных на Земле, что позволит обнаружить места, о которых раньше и не подозревали. Для раскрытия тайны пирамид, фотограмметрии являются одним из наиболее многообещающих способов. В 2018 году крупная научная экспедиция впервые выполнила полное сканирование восьми крупнейших египетских пирамид. Фотограмметрия — это технология трехмерной реконструкции места или памятника. Она генерирует трехмерную модель того, что можно увидеть. И мы получаем очень четкую модель пирамиды с точностью менее одного сантиметра. Чтобы добиться такой точности, группа специалистов с оборудованием для визуализации, вооруженная дроном, изучает каждый квадратный сантиметр, делая десятки тысяч фотографий. Дрон обеспечивает снимки с высоты, и мы получаем беспрецедентные виды памятника. Технология позволяет увидеть пирамиду и окружающую территорию. Мы можем приблизить изображение с разрешением до миллиметра. Можно создать несколько уровней детализации вплоть до мелких трещин, которые видны в той же трехмерной модели вместе с окружающими дюнами. Благодаря этой модели, которую создают мощные компьютеры, археологи могут впервые изучить пирамиду с новых ракурсов и одним щелчком мыши перейти от крохотных деталей к виду сверху. Фотограмметрия очень кстати, потому что сейчас вы думаете об этом, смотрите, и еще раз смотрите, прямо как Бог. Вот здесь, на рабочем столе. Они надеются найти свежие подсказки, вроде аномалий в грунте, которые могут раскрыть строительные технологии для создания пирамиды. Уже 200 лет здесь работают исследователи, но с Земли нельзя получить полное представление о размерах этого крупного объекта. Что делать? Воздушный шар или карабка идти сверх? До появления фотограмметрии дронов такое изучение пирамиды было невозможно. Сверху можно многое увидеть. Можно сделать величайшее открытие, если сначала смотреть сверху вниз. Крайне важно посмотреть на объект сверху. Фотограмметрия позволяет четко определить границу комплекса, который сейчас похоронен в песках, и легко провести точные измерения. Первым делом видно, что пирамида в Саккаре находится прямо в центре объекта. Поэтому пирамида не замышлялась в изоляции от всего остального. Вся территория равна 15 гектарам, что эквивалентно 20 футбольным полям. Но чтобы понять пирамиду, надо понять весь погребальный комплекс целиком. Достатки больших комплексов зданий для гробницы царя, которая ему была нужна для блаженной вечной жизни. Фотограмметрическая модель позволяет точно измерить площадь города, окружавшего пирамиду Джосеры. К югу – вход скалонады и гробницы. К востоку – два дворца, один к югу, другой к северу и ряд мелких храмов. К северу в пирамиду упирается другой похоронный храм. И все эти строения находятся за защитной стеной. Все архитектурные компоненты были около пирамиды. Пирамида практически в центре, чуть сдвинутая к северо-западному углу. Она окружена макетами зданий. Они не настоящие. В них нет внутренних комнат и тому подобного. Это просто фасады, заполненные мусором. Целый город без жителей жизни. Город, посвященный вечности. Весь этот комплекс почти как теперешний Диснейленд. Он похож на съемочную площадку, на модель царского дворца. В нем таится магия. Сегодня этот памятник кажется огромным, но он лишь малая часть того, что построил Джоссер. Есть и другой город, более тайный и священный. Город, который не видели современники. С точки зрения археолога Марка Леннера, который посвятил жизнь изучению пирамид, самый изумительный в этом комплексе лежит под землей. Спускаться под землю, под своды пирамиды Джоссера, это нечто. Множество лет, десятилетий, сюда не ступала нога человека. Археологи, которые с начала 19 века спускаются под пирамиду, обнаружили подземный город из бесчисленных тоннелей. С 1992 года, когда мощное землетрясение повредило пирамиду, сюда строго запрещено спускаться. В 2010 году египтяне запустили амбициозный проект реставрации, чтобы спасти сооружение и открыть его для посещения. Тем временем нам любезно разрешили посетить этот подземный мир. Это скальный тоннель под пирамидой. Форма тоннеля, выдолбленного прямо в камне. Этот лабиринт тоннелей протянулся почти на 6 километров на трех уровнях. Невероятно. Но он опускается на 40 метров. Это высота 15-этажного здания. Эти тоннели — лабиринты даже для опытного археолога. Здесь и правда, можно заблудиться. Честно говоря, здесь тяжело. Как говорят по-английски, мы здесь играем на слух, действуем по обстановке. Ведь я не знаю эти тоннели наизусть. Зачем египтяне рисковали жизнью и копали так глубоко? Раньше думали, что тоннели против воров. Я вот и не верю. Эти коридоры отражают взгляд древних египтян на загробную жизнь. Царь пройдет через эти тоннели с ножом в руке, убивая диких существ, пока не встретятся с Ассирисом. Стоит задуматься о том, что когда они устроили комплекс ступенчатой пирамиды, то подразумевали не только 15 гектаров первых каменных построек, но и почти 6 километров подземных тоннелей, проходов и камер. Под этим комплексом они воссоздали загробный мир. Бруно Делон только в последние годы с помощью лазерного сканера создал трехмерную карту этого объекта. С 2004 года научная экспедиция отсканировала всю пирамиду. Работа в трудных условиях продолжалась три года. Стояла задача создать трехмерную модель пирамиды и ее тоннелей. Она позволила бы провести анализ структуры пирамиды, которая была повреждена землетрясением в 1992 году. Трехмерный сканер пронизывает лазерным лучом близлежащие стены и выявляет объем пространства. На треноге стоит головка, которая несколько минут поворачивается и делает сотни миллионов измерений с точностью менее 1 миллиметра. Сначала мы получаем облако точек, очень плотную сеть из сотен миллионов точек. Для нас это модель, с которой мы работаем на компьютере. Мы можем записывать информацию, обнаруживать структурные дефекты. Лазер останавливается на поверхностях, которые он обнаружил. Его чрезвычайная острота и точность позволяют ему проникать в малейшие прорехи. И он обнаруживает разломы, невидимые невооруженным глазом. Допустим, есть стена, а точки проходят за стеной. Вам ясно, что лазер через что-то проходит. Тогда вы можете поискать, через что он проходит. Полное сканирование подземных структур выявило существование ранее неизвестных тоннелей, которые нельзя обнаружить традиционными методами археологии. Итого мы обнаружили 5 новых тоннелей и 5 подъемов. Исследование выявило еще километр подземного города. Аскан подтвердил догадки и первых здешних археологов. Сеть тоннелей имеет центр вокруг гробницы фараона. С трудом пробираясь, через 30 минут Марк Леннер наконец достиг погребальной камеры, где находились останки фараона Джосера. Нет. Его гробницы — это внушительный гранитный мавзолей высотой 4 метра, длиной более 3 и шириной 2 метра. Гробница в лесах идет реставрация. Леса временно укрывают ее от взглядов ученых. Здесь, внизу. В гробницу можно попасть только сверху, это непросто. Немного поводим щеткой. Убрав пыль тысячелетия, они обнаруживают каменные плиты, покрывавшие гробницу. На каждой надпись. Вот они. Должны быть они. Здесь были порядковые числа, согласно которым блоки раскладывались. Наверное, впервые тело фараона клали в гранитный склеп. В то время это было необычно. Гранит — это прочный и твердый камень. Идеальный материал для вечного сохранения мумии и ее магических свойств. Этот гранитный склеп — нечто вроде батареи. В него вкладывали мумию, и пирамида наполнялась энергией. Пирамида была полна магической силы для тех, кто потом приходил. Склеп — это ядро пирамиды. Могила фараона находится в центре сооружения. Но она не в центре пирамиды, а под ней. Трехмерное сканирование определяет точные размеры погребальной камеры. Это квадрат со сторонами по 7 метров. Камера находится на дне 22-метровой шахты. Уникальное место. Во всех последующих пирамидах порядок совершенно другой. В них нет подземных сетей, а гробница царя находится внутри сооружения. Как объяснить то, что пирамида Джосера отличается от тех, что устроили в Египте следующую тысячу лет? Яромир Крейчи считает, что нашел ответ во время исследования пирамиды. К его удивлению, сегодняшний внешний вид пирамиды отличается от ее внешности тысячи лет назад. Здесь мы внутри пирамиды. Невероятно, но почему так случилось? Это потому, что облицовка пирамиды находится в нескольких, в четырех или пяти метрах от нас. Полированные камни, которыми была облицована пирамида, практически исчезли. Только несколько штук основания позволили археологам измерить разницу между современным и древним уровнями поверхностью земли. Во времена Джосера пирамида была толще на пять метров, то есть исчезли тысячи камней и вовсе не из-за эрозии. Причина исчезновения в том, что воры украли кладку, которая находилась между пирамидой и облицовкой. Затем они на протяжении тысяч лет уносили облицовку для того, чтобы строить другие здания. Археологи считают, что пирамида в Саккаре была из камня вплоть до своего ядра. Теория нашла подтверждение в 2007 году, когда получили скан всего сооружения. 320 миллионов лазерных измерений позволили получить точную карту внутренней структуры памятника. Вердикт однозначен. Ядро пирамиды неполое. В те времена они еще не строили места погребения в самой пирамиде. Но все равно не ясно, почему пирамиду так построили. Не было технологий, они подстраховывались. Впервые кто-то строил нечто столь высокое. Возвести 60-метровое сооружение над погребальной камерой это было нечто. Существовал риск обрушения пирамиды под собственным лесом и уничтожения усыпальницы. Поэтому для защиты гробницы египтяне разместили ее под землей. Они принялись за беспрецедентное дело, сведя риски к минимуму. Но как Джосеру удалось построить такую высокую пирамиду? С тогдашными традиционными технологиями можно было строить лишь мастабы — погребальные сооружения высотой несколько метров. В переводе с египетского диалекта рабского языка мастаба — это лавка. ступенчатая форма пирамиды могла ввести в заблуждение относительно ее конструкции. Можно подумать, ну, так и говорили, что Джосер или гениальный архитектор хотели поставить одну мастабу на другую, и вуаля. Такое строительство закончилось бы провалом. И вот почему. Дело в том, что они клали материалы как кирпичики Лего. Если класть кирпичики один на другой на большую высоту, существует риск обрушения. Чем выше здание, тем сильнее воздействие горизонтальных сил, и тем выше риск обрушения. То есть ставить мастабы одна на дну — это не очень разумный способ строить памятник высотой 60 метров. Возвести ступенчатую пирамиду высотой 60 метров позволило технологии установки конструктивных элементов под уклоном. Суть технологии состоит в наклоне каменных блоков к центру пирамиды под углом около 15 градусов. Блоки давят к центру сооружения, что обеспечивает стабильность конструкции. Выгода очевидна. Все элементы наклонены к центру, к ядру памятника. Блоки не движутся, нет риска обрушения. Она выстроена в форме ядра, в виде башни. Затем вокруг формируются дополнительные слои, вроде слайков луковицы. Они опираются на башню. Уклоны, обнаруженные первыми археологами, были революционным изобретением, позволившим начать масштабное строительство. Созданная в результате фотограмметрического исследования трехмерная модель на основе 15 тысяч снимков объекта позволила более точно рассчитать высоту пирамиды. И вовсе не 60 метров. Наивысшая точка на высоте менее 58 метров. Если добавить камни, которые исчезли при последующем грабеже, специалисты считают, что первоначально ее высота была 60 метров. В 2010 году наука раскрыла очередной секрет пирамиды — точную дату строительства. Перед нами важная техническая деталь. Они использовали кедровые балки. И мы можем их датировать благодаря изменению уровня углерода с момента строительства. Мы можем использовать этот метод. Балки находятся на первом уровне в основе конструкции. Датировка по углероду 14 дает дату архитектурной революции — 2570 год до н.э. Египтяне совершили рывок, и человечество вошло в новую эру, не менее важную, чем изобретение печати, электричества или запуск человека в космос. Может, мы и знаем, как Джоссер построил такую высокую пирамиду. Но еще надо понять, зачем фараону был нужен такой памятник? Чтобы попасть в загробный мир и гарантировать вечную жизнь? Или просто продемонстрировать свою власть над людьми? Пирамида — это пропаганда. Как современные диктаторы возводят крупные памятники для воздействия на своих подданных? Они сознательно это делали? Или они действительно верили в свою силу? Все тексты, обнаруженные археологами, подтверждают, что фараоны считали себя живыми богами. Обеспечивая царям вечную жизнь, пирамиды защищали от войн, эпидемий, голода. Для тогдашних египтян они были вестниками процветания мира. Нужно понимать, что постройка пирамиды была всенародным проектом. Вся страна помогала царю. Думаю, что тогда население было только 3 миллиона человек. И эти 3 миллиона, они все участвовали в строительстве. Пирамиды строили не рабы. Их возводили верующие люди, они верили в силу Бога Солнца. Как раз наоборудовало честью работать на строительстве пирамиды. Джоссер бросил на строительство все ресурсы. За 19 лет он создал не только первую пирамиду из камня, но и целый город на 15 гектарах. Требовалась мобилизация всего населения. Крестьяне, лодочники, чиновники и жрецы все работали для поддержки 10 тысяч человек, непосредственно трудившихся на строительстве. Скажем, строительство церкви может занять более 200 лет. Если вы примете во внимание объем материалов и энергию, то сразу поймете, что египтяне совершили подвиг. Но религиозные рвения и мобилизации населения не вполне объясняют, как Джоссеру удалось закончить грандиозный проект. Какие технические и логистические ресурсы были у фараона для строительства города? По мнению Василия Добрева, погребальный комплекс указывает на то, что египтяне знали секреты камня. Он безупречно отрезан, включая крохотные детали. Можно быть уверенным, что люди на строительстве уже умели резать камни. Египтяне работали с камнем многие сотни лет, но в другом масштабе. Они делали из него тарелки, полы, плиты, двери, дверные проемы, ну и так далее. У них были навыки, но эти навыки не применялись в таких масштабах. Масштаб был величественным, но с оборудованием были проблемы. Египтяне не знали о грузовиках, кранах или отбойных молотках. С нашей точки зрения, у них был примитивный инструмент. С 1924 года ведутся раскопки. Ученые нашли множество инструментов, как правило, деревянные киянки и медные зубилы. Их размеры варьируются в зависимости от размера камня, орнаментов, которые надо было вырезать. Дело в том, что медь слишком мягкий металл для твердых камней. Но ремесленники нашли выход из ситуации. Чтобы вырезать блоки из твердого камня типа гранита, они использовали делерит, еще более твердый камень. Делерит обычно некрупный, шарообразный. Ему дарили по граниту, который ломался и приобретал нужную форму. Египтяне обладали обширными знаниями об обработке камней и создавали шедевры. Сейчас люди не верят, что это было возможно. Египтяне понимали суть камня. Камень, он как мы, как человек. У него есть сильные и слабые стороны. Я могу привести, я демонстрировал это человеку, который бросался на меня и утверждал, что египтяне не могли резать и двигать камни. Я привел 70-летнего мужчину. Он встал на вершину камня, начертил линию на слабых сторонах камня, вставил по центру кусок железа, бум-бум-бум, и он его разрезал. Используя то, что было в наличии, они получали наилучший результат. Итоги поражают. Этот объект был площадкой экспериментов и отработки новых технологий, которые потом использовали при строительстве других пирамид. В случае с пирамидой Джосера мы видим, что размер блоков меньше, чем в пирамидах четвертой династии. Как будто инженеры и строители использовали блоки по форме, напоминающие кирпич-сырец. Даже форма блоков была очень похожей. Практически идентичной. Прогресс за два десятилетия виден невооруженным глазом. Видна эволюция в использовании материала. Первые камни были довольно небольшими, а более поздние становились все крупнее. Первые весом 50-100 килограммов, а поздние весили до 500. Одним словом, полтонны. Чем крупнее камень, тем он более эффективный. Египтяне это поняли. Это способ рационализировать работу путем экономии материала. Чем больше блоки, тем меньше их надо резать. Ну и меньше отходов. Строительство пирамиды Джосера – это ключевая веха в развитии египетской архитектуры и общества. Мы видим огромный технологический прогресс всего за несколько десятилетий. И не только технологический, но и логистический. Фотограмметрия – это мощный инструмент археологов. Она позволяет точно измерить массу камня, требуемого для постройки пирамиды Джосера. Результат. 271 900 кубических метров. Феноменальный объем. А ведь еще надо добавить вес украденных плит. Их транспортировка потребовала бы 30 тысяч крупно-тоннажных тягачей. Откуда весь этот камень? Этот сложный вопрос озадачивал целые поколения археологов. Погребальный комплекс находится в середине пустыни. Вокруг на многие километры один песок. Так откуда взялись миллионы каменных блоков? Необходимо обнаружить карьеры, связанные с пирамидами. Первые 20 лет работы в Египте я часто удивлялся. Но ступенчатая пирамида, где они добывали весь этот камень? Как ни странно, ответ лежит под ногами археологов. На самом плато Саккара. Первую подсказку дала фотография с высоты полета. Более тщательная проверка обнаружила серьезную аномалию в ландшафте, незаметную с земли. Раскопки к югу от комплекса прямо за его стеной открыли огромный котлован, вырубленный в скале плато Саккара. Мы произвели раскопки, чтобы выяснить, как появилась эта гора. Мы углубились до 20 метров. Считается, что погребальный комплекс был окружен огромной траншей, наподобие крепостного рыба. Сейчас это сложно представить, так как он занесен песком. Вообразите, что я сейчас здесь парю в воздухе. Комплекс ступенчатой пирамиды не только размером с горы третьего тысячелетия. Он как пьедестал, окруженный рвом, прямо как замок. Эти открытия возбудили фантазию исследователей и поставили много вопросов. Этот ров и есть карьер? Объем песка из него? Он равен объему камня, использованного в строительстве комплекса? Сегодня египтологи делают ставку на программное обеспечение археология 2.0. С помощью тысяч фотографий получилась цифровая модель изумительной точности. Марк Леннер плотно изучает трехмерную модель всего объекта, начиная с вида сверху и заканчивая малейшими деталями. Его внимание привлекает ров. Знаете, если передвигаться вокруг облака точек сканирования Саккары, можно увидеть ров. Аэрофотосъемка — это застывший миг, а здесь мы можем смотреть на явления с разных ракурсов. Ров повторяет линию окружающей стены. Похоже, есть впадина, линейная впадина по всему периметру. Она даже напоминает скрепку. Можно проводить анализ ландшафта. Фотограмметрия помогает установить размеры этой гигантской траншеи. Глубина — 28 метров. Ширина — 40 метров. Длина — 2 километра. Это фишка ступенчатой пирамиды и всего комплекса, в которой мы пытаемся разобраться. Думаю, мы все еще не совсем понимаем масштаб и значение этого рва. Цифры ошеломляют. Из этой траншеи вдоль стены можно было добыть миллион кубических метров камня. Это более чем достаточно для строительства пирамиды и погребального комплекса, которые требовали 300 тысяч кубометров камня. Из этого грандиозного рва, наверное, получали большую часть материала для строительства. Был проведен сравнительный анализ и выяснилось, что из него действительно происходят некоторые строительные материалы. Ров был карьером, где в изобилии добывался материал для проекта фараона. Карьеры пирамиды находились неподалеку, с чисто практической целью. Проще использовать блоки, полученные прямо на месте, чтобы не перемещать их на большие расстояния. Строительство пирамиды возле источника строительного материала — это гениальная идея. Египтяне устранили главную проблему той эпохи — транспортировку. Кем был тот изобретательный умник? Имя Джосера будет всегда ассоциироваться с первой пирамидой в истории человечества. Но есть и другое имя, которое сияет в истории. Имя в иероглифах, которое расшифровано, археологи — имхотеп, архитектор пирамиды. Это единственный известный случай в истории Древнего Египта, чтобы смертный человек упоминался вместе с живым богом. Данный факт подчеркивает важность его личности. Имхотеп занимал крайне высокое положение в иерархии того времени. На вершине фараон Джосер, ниже его человек, ведавший делами государства, которым был без сомнения имхотеп. Скорее всего, имхотеп отвечал за все стройки того времени. Он был ученым, что очевидно из его титулов — писец, врач, верховный жрец. Египтяне еще долго после его смерти поклонялись имхотепу как божеству. Древние египтяне считали имхотепа богом письменности, богом архитектуры, богом камня. Но откуда у этого блестящего архитектора появилась идея пирамиды? Напрасно археологи искали подсказки, которые пролили бы свет на эту историю. Захи и Хэуас считают, что кое-что можно найти в гробнице имхотепа. Но она до сих пор не найдена. Уолтер Эмери, английский археолог, посвятил поискам гробницы имхотепа всю свою жизнь. Он годами вел раскопки, но умер до того, как ее нашел. И я мечтаю найти усыпальницу имхотепа. Это мечта всех египтологов, так как в ней могут быть ключевые части мозаики, которые помогут разгадать последние тайны строительства пирамиды. Бруно Оделон подозревает, где может быть похоронен имхотеп. В качестве архитектора, стоящего под Эгидеон на защите археологического наследия, он с 2004 по 2007 возглавлял научную экспедицию с целью исследовать внутреннюю часть пирамиды Джуссера рентгеновскими лучами. При этом он наткнулся на особый тип настенной надписи — на печать, которая натолкнула его на путь, ведущий к разгадке тайны имхотепа. В тоннелях часто можно найти надписи печати о том, что результат работы принят архитектором, который руководил строительством. Имхотеп подтверждал, что работа выполнена надлежащим образом. В самой глубокой части подземного города его привлек тоннель и его содержимое, находящееся на полтора метра ниже гробницы Джуссера. Этот тоннель гораздо более престижный. Здесь был саркофаг, а стены отделаны блоками из камня, чего нет в других тоннелях. Между этими блоками на стыках есть отпечатки цилиндрических печатей, где были имена имхотепа и Джуссера. Это не приемка результатов работы, это украшение. Настенная надпись наталкивает на мысль, что найденная здесь гробница была усыпальницей архитектора-создателя первой пирамиды. Я полагаю, что имхотеп, близкий советник Джуссера, также был погребен в этом тоннеле. Сегодня печати уже нет, потому что с момента последней экспедиции Делона тоннель изменялся. В ходе реставрационных работ 2010 года, чтобы предотвратить разрушение пирамиды, потребовалось удалить каменный декор и стыки с надписью. На вертикальных и горизонтальных стыках на большой длине можно увидеть связанные имена. Мы в полутора метрах от погребальной камеры Джуссера. Ни один член царской семьи не был к ней так близок. Никто. К счастью, печати тщательно задокументировали. С них сняли цифровые отпечатки. Еще одна ценная исследовательская технология. А пока личность владельца гробницы неизвестна. Поиск разгадок продолжается. Археологи пытаются установить, был ли у Мхотепа цельный образ пирамиды, начиная с закладки первого камня. Для ответа на этот ключевой вопрос ученые снова обращаются к технологии 2.0. Благодаря изумительной точности фотограмметрические изображения позволяют идентифицировать различные элементы здания. Пирамида в Саккаре не была построена с первого раза. На трехмерной модели четко видны крупные швы. Археологи решили, что сначала пирамида имела квадратную форму, вроде традиционных гробниц Мастаба. Начался строительство Мастабы, потому что не знал, как построить памятник из камня. Он попытался, и получилось. Первый успех, без сомнения, воодушевил им Хатепа. Если рассмотреть пирамиду Земли, видны следы различных этапов строительства. Вторым этапом было увеличение четырех сторон Мастабы. изнутри и до сюда первое Мастабы. Затем увеличение по всем четырем сторонам. А дополнение он хотел пристроить только к восточной стороне. Далее Мастабу укрупняли. Она из квадратной приобрела прямоугольную форму. Основание — это точка отсчета для отслеживания четырех этапов. Будет еще два этапа, которые привели к дальнейшему укрупнению. Они решили построить малую гробницу, и эксперимент прошел успешно. По мнению архитектора, может, и самого фараона малая пирамида была недостаточной. Они повели себя несколько дерзко и решили построить памятник высотой 60 метров. Это работа гения, с учетом того, что она первая. У нас есть свидетельства того, что Мхотеп строил поэтапно. Но был ли у него заранее разработанный план? Изучение подземного города удивляет. Мхотеп несколько раз менял свой план. Трехмерное сканирование обнаружило, что во время строительства многие шахты были перекрыты. А рядом в скале вырыты новые. Должно быть, это колоссальный труд. Но они справились. Можно увидеть, как они проектировали, строили и меняли свой план. Но я считаю, что идея об укрупнении у него пришла тогда, когда он уже приступил к ступенчатой пирамиде. Пять тысяч лет назад фраун Джоссер и его гениальный архитектор Мхотеп устроили архитектурную революцию, навсегда изменившую мир. Колоссальный проект завершили всего за 19 лет. Археологи начинают понимать, как это было достигнуто. Но объект в Сакаре еще не раскрыл все свои секреты. Можно подумать, что мы расстраиваемся из-за отсутствия всех ключей к пониманию. Как раз наоборот. Это мотивирует нас продолжать исследования и двигаться вперед. Новые технологии — это мощные средства разгадки тайн строительства этих каменных исполинов. Если хотите понять пирамиды, то лучше не фокусироваться только на пирамиде, отвернуться от нее и посмотреть вокруг. Мы не раскрыли еще 70% тайн. Они для будущих археологов. Я всегда говорю, никогда не знаешь, какие еще секреты таят пирамиды.